Привет! Друзья, мы, как и обещали, приехали в Джаск. Мы находимся, сидим, я не знаю пока. Давайте более 200 месяцев будем. Давайте. Может быть, я вот сюда сяду, расскажу сначала. Итак, друзья, как и обещали, мы приехали в Джаск. Дим, скажи, пожалуйста, по какому адресу мы находимся? Не знаю. Нас принял навигатор в районе Белой дачи. Мы специально выбрали этот объезд, потому что мы после этого в магазин едем. Ребята, сразу хочу сказать, не заходя в магазин, мне очень понравилось, как работает отдел сервиса. Мы подошли к ребятам, представились, объяснили, кто они, спросили, какой мы YouTube-канал. Мы назвали, буквально через 5 минут к нам подошел управляющий, попросил созвониться с руководителем отдела маркетинга в России. Мы созвонились, приятная милая девушка Карина, даже не то чтобы техзадание, да, то есть ребята попросили, чтобы обзор был честный, все. Нет предвзятый. Как мы, в принципе, вы знаете, как мы это и любим. Как я всегда говорю, конкурентов нет. Есть товары, которые похожи, и каждый выбирает сам своего производителя, свой магазин. Просто нужно всегда включать голову и не гнаться за брендами, вот и все. Поэтому сейчас мы с вами прогуляемся по джазку. Что еще мне понравилось? Мы заранее все прочли, я потрогала, пощупала, я без покупочек не уйду. Поэтому некоторые вещи нам с Димой очень понравились. Мне понравился формат, что это небольшие магазины внутри торговых центров, то есть внутри спальных районов. Это не нужно куда-то за 3-9 земель ехать. Плюс какие нюансы по сравнению, например, с другими магазинами. Нет проблем с возвратом. У вас вообще неограниченный срок возврата товара. Дальше расширенная гарантия, ну как сейчас и во многих. И еще главная фишка. У вас есть возможность в течение 30 дней вернуть разницу в товаре. Что это значит? Допустим, я сейчас сижу на кресле, стоимостью 9000, кстати, очень понравилось. Адекватное соотношение цены и качества. При этом, допустим, через 5 дней, я вот его сейчас купила, через 5 дней оно будет стоить 6. Я могу прийти с чеком и мне вернуть эту разницу. Поэтому плюшек, ребят, на самом деле много интересных. Кто уже этим пользуется, рассказывайте. Мне очень интересно ваше мнение услышать. Потому что у нас дома вообще в первый раз в этом магазине. То есть мы здесь буквально минут 20 находимся. И товаров от Джаско у нас нет. Даже близко. Не потрогать, не пощупать. Как у вас? Мы будем немножко людей ознакомливать с небольшой историей и большими планами, которыми она хочет. Ну, это, в принципе, все в открытом доступе. Давай озвучу. Чуть-чуть. Магазин «Скандинавский бренд» образовался в 80-е годы прошлого века. Цель такая построить большое количество маленьких магазинов в шаговой доступности людям. В принципе, все. В России обещают более 200 тысяч. Более 200 тысяч. Приблизительно 10 магазинов в год открывать по всей России. Так что я надеюсь, что в Саранск это тоже скоро придет. Хотя бы один. Хотя бы один. И люди смогут пользоваться. Потому что очень много интересных штучек, например, для дизайна. Но не суть, как я повторюсь. В каждом магазине есть фиговый товар. В каждом магазине есть классный товар. Но вот по такой заоблачной цене. Я вам сейчас все это говорю теоретически. То, что написано в отделе сервиса. Таблично. Что товар вы можете... Дим, можешь камеру вот сюда. Любой товар из магазина, который, допустим, не на выставке, а какие-то габаритные вещи, что в течение часа со склада вам отдадут. Не нужно ждать долго. В принципе, в рамках Москвы, я думаю, это очень удобно. Погнали смотреть. Ну и сразу давайте копилочку плюс и минус начнем. Визуализируем. Плюс один ставлю. То, что нас приятно встретили и оперативно все решили. Это очень приятно. Ну, с океем нас не разу так оперативно. И нам либо говорили, идите снимайте. Либо мы безумно долго ждем. Либо, как в нашем родном Нижнем Новгороде, нас знают и любят и говорят, а просили приехали. Идите в ужик. Да, сколько больше нужно. Пошли. Пошли. Значит, смотрите, магазин делится на зоны. Это и зона хранения, зона гостиной и так далее. Мы сейчас с вами зашли в магазин, поворачиваем направо. Дима, я, конечно, не знаю, как мы уместим в рамках одного обзора все-все, потому что некоторые товары мне вообще очень понравились, некоторые не очень. Ну, давай смотреть. Ну, давай будем отмечать те товары, которые нам или глаз зацепился, или что-то иное. Хорошо, смотри, вот первое, что мне понравилось, вот такое вот кресло. Оно сейчас по акции 3799, 3750 вместо 4500. Стул мягкий. Я, например, сейчас реально проблема найти нормальный стул, чтобы этот мне понравился. Его можно использовать и как стул в гостиной, как стул в зале, как рабочий стул. Я тоже могу его использовать. Здесь ножки из массива булка. Дима, иди сюда, ты что там снимаешь? Они разные. Так, сейчас посмотрим, есть ли полное описание товара со всеми моментами. К сожалению, вот чего нет, того нет. Вот это, я считаю, все-таки минус. Потому что для меня, например, очень важно, какая ткань, какие размеры, что внутри. Этого я нигде не увидела. Вот, возможно, где-то я пропустила. Да, я еще посмотрю. Нет, то есть я вижу только цену. Я вижу, что, например, входит в комплектацию, артикульный номер. Нет, я вижу высоту, Дим, цвет и размер. Все. Полного описания товара я не нашла. То есть полного описания материала я не нашла. Вот это минус. Смотри. Очень похожие линейки, но разные. Все-таки там подобные есть даже, по-моему, в Леруа, и на заказ много делают. Ламинат, дуб черный, то есть ламинированные полочки, металлические направляющие. Такие вещи я рекомендую к стене. В противном случае это вот так все гуляет. Дим, покажи цены. Ну и, как обычно, в период новогоднего очень много распродаж. То есть, например, вот эта стеллажка, которую мы сейчас стоим, стоит 6500. То есть такая мини-версия какой-то такой небольшой стеночки. Вполне имеет место быть. Мне очень понравился вот этот сервант. Подобная линейка когда-то была в икеюшке, но, к сожалению, ее вывели. В Европе она осталась, в России нет. Значит, сервант Марк Скелл. Трехдверный, темно-зеленый. Очень красиво будет сочетаться с икеевской кухней. Будбин? Да, зеленый. Вообще классно. Даже если еще ручки в одинаковом стиле сделать. Нет, но сложно, сложно. Сложно из-за того, что она не однотонная. Он серо-зеленый. Давай-ка я попробую показать. Я бы сказала серо-зеленый. Ой, фух, спореди. Еще смотри, что, например, мне не совсем нравится. Это уже как бы замечание к магазину. Ребята, вот смотрите. Всякие всевозможные штучки для украшения. Что мешает повесить цену? То есть я вижу, например, этот подсвечник, и я вынуждена идти его искать по магазину. А что мешает? Написать, где он находится и сколько он стоит. Так, значит, здесь смотри на кухонную фурнитуру. Кухонная фурнитура? Как? Приблизительно от метода. Похоже. Здесь еще петли блюм будут. Увидишь? Нет? Не видно. Нет, у блюма обычно вот здесь написано. Так, смотри. Ну, как обычно. Сейчас это стала беда у всех производителей. Никто не закрывает ДСП-шный край. Хотя по уму, по технологии это все должно быть закрыто. Ну, вот никто даже не собирается этого делать. Я как понимаю, просто выдрали. То есть должно быть прикручено. Здесь у нас две дверки, три дверки в каждой по одной полке. Ну, вот чуть-чуть бы подешевле. Был бы идеально для меня. Так, очень много стеллажей. Но, опять же, нигде не указан материал. Вот это вот минус. Все вот это состаренное. Ну, в принципе, сейчас уже не сильно актуально. Но, тем не менее. Ну, если не изменяет мне память, я пробегался по выставке. Она идет ламинированная там что-то, что-то как-то. Это... Меламин. Все, больше ничего не прописано. Ну, как бы это... Это ДСП, открытое... Мы сейчас можем только предполагать. Ну, там дальше будет видно. А где дальше это будет видно? Там на выставке. Ну, вот же на выставке. Вот я пришла, я покупатель, я на выставке. Я не вижу сейчас там. Там поподробнее будет подальше. Так. Много вот такого плана в стеллаже. Очень похоже с икеевскими били. Но я бы сказала чуть, как мое любимое слово, пожиблее, потоньше. Я не думаю, что мы, Дим, будем сейчас каждый товар... Про каждый товар рассказывать. Обзор часами забудут. Поэтому общее. Общее. Общее давай. Несколько вариантов... Ну, ты свою можешь накладывать. Несколько вариантов вот таких спаленок представлено. Очень... Честно, мне местами прям хов напоминает. Сильно-сильно. Так, смотрите. Кто знает, угадывайте, какой стол. Очень безумно похож. Цена 15000. Ценник завышенный. И опять же вот... Ну, я уже это отметила. Это мое мнение. Его не переубедить. Нигде не прописано, из чего что сделано. Вот вообще нигде. Офисное рабочее кресло 8000. Высота 8194. То есть, ну блин. Не информативные этикетки. Кресло, сразу скажу. Я ничего путного не увидела. Вот от слова совсем. Вот, допустим, вот такое кресло в искусственной коже стоит 17000. А если вы присядете и по регулировкам потрогаете кресло? Плотненько. Очень напоминает, которое у нас сейчас вот племяннику отдано. Но 17000. Обычная базовая регулировка. Больше ничего. Ни спину, ни глубину я не могу отрегулировать. Просто выше-ниже. Больше ничего. Спинка с определенным наклоном. То есть, я, например, в таком наклоне не сижу. Получается, я всегда буду на краешке сидеть. А, высота? Только высота. Всё. Вот, это максимум. Больше ничего нет. Поэтому вот такие вещи всё-таки, наверное, в другой магазин. Хотя, если кому-то что-то по дизайну, по стилю нравится, пожалуйста. Вот такие стеллажки мне здесь понравились. Они очень облегчённые конструкции. И сразу скажу, ценник вполне адекватный. Стеллажи называются Броби. Стоят 4000 и 6000 рублей. На 5 полок и на 3 полки здесь бамбуковые элементы. Для бамбуков это реально дёшево. Ну и, судя по всему, ДСПшные, покрытые либо меламином, либо чем-то полки. Крестовина усиляющая. Но стеллаж обязательно нужно крепить к стене. На выставке не закреплено ничего. Имейте, пожалуйста, это в виду. Значит, маленький 70 на 37, высота 78. Большой 70 на 37, высота 150. Классно, что вот эту верхнюю полку тоже можно применять, потому что здесь есть ограничители. Много всевозможных комодов. По комодам здесь уже смотрите сами. Соотношение цены-качество. Но, опять же, да, нужно приезжать, трогать и смотреть. Потому что вот через сайт сложно будет понять. Комод. Такой можно, в принципе, использовать и как тумбу под ТВ. На 4 ящика, ламинат, дуб, одна дверка, 4 ящика, 2 полки. 111 на 38, высота 86. Дима, отметь, пожалуйста, смотри. Вот туда, если что, можно вывести какие-то провода. Да? Ну да. То есть такое вот, ну, решение интересное, на самом деле. Оно на крепление к стене и... И вывод для проводов. Да. Если, например, ну, конечно, как системник сюда не поставишь. Интересно, вот такие вот сервантики. Здесь, получается, меламин и металл. Но 17 тысяч, не знаю. Ну, это продолжение коллекции стеллажей. Тех, да. И все на стопорках. Ну, стопорки, я предполагаю, на задельную плату. Нет, они в комплектацию входят. Так, побежали дальше. Пойдем пройдем в рабочее кресло, может быть, что-то я путное найду. Ну, вот это вот за пять. Тенька, что темновато в магазине. Очень сложный свет. Он акцентирован на предметах, а где проход и остальное тяжеловато. Мне вот приходится местами это, играть. В общем, ребята, Дима, извини, перебила. Кресла все одинаковые. То есть, нет никаких-то дополнительных регулировок. Если брать геймерские кресла, то там ценник вообще космический. Можно реально купить дешевле. Да нет, в кофе такие же цены. В кофе такие же цены? Ну, вот поэтому, нет. Я, например, для себя не столы письменные, не стулья. Я для себя ничего здесь не отметила такого, что стоило бы взять. Интересная полочка. Иди сюда. Давай отметим. 3500. Цвет черный, натуральный. Шесть полок. 176 рублей. 176 высота. Блин, ну так мне хочется состав хоть где-то чего-то увидеть. Обязательно крепится к стене. Ну, это решение для куда-то. В принципе, даже из ванны можно. Дим, что за материал? Ну, это... На массив похоже, да? Это массив. Просто не обработано ничего. Ой, свет сейчас. Давай, может быть, вот сюда куда-нибудь? Ну, наоборот, самый контровой цвет. Давай говорить, поменьше, чтоб света было. Стоит 3500. Угу. Ты вот как скажешь? Не завышенный цель? Ну, это не сосна. Это что-то другое. Один, два, три, четыре, пять, шесть полок. Знаешь, куда интересно? Когда нужно что-то закрыть, и нужно какое-то узкое решение компактное. Потому что вот эта вот штучка мне понравилась. Выдерживать будет хорошо нагрузку за счет того, что все это на металле. Очень много похожих комодов. Вот смотрите, даже вот дуб. Ламинирование под дуб, оно всегда неоднородное. Просто имейте это в виду. Мы вам говорили, это когда обзоры по комодам, например, снимали. По-другому просто не бывает. То есть дубовое ламинирование, оно всегда идет вот переходами. Ретро-линейка. То есть оригинально это, низ очень сделан под имитацией под дерево. У ящиков-то? Очень приятно смотреть. А тут обычные. Вот я имею вот так вот. С плавного хода ящики, хотя без топоров, просто сам механизм. В общем, как везде. Чем дороже, тем бывает лучше. Смотри, какая интересная штучка. 13 тысяч стеллаж. Вы можете регулировать куда удобно. Но это опять же... Вот из чего она? Бетон, белый глянец. Если бы это была чисто белая и даже не глянцевая, и подешевшая. Так, очень похожий комод. Прямо безумно похожий. Но он более широкий. Да, он 81 на 41, а тот 80. То есть чуть-чуть. Можно от меня звуковое сопровождение? Я хотел это попозже сказать, но там мы будем... Тоже будем? Поподробнее на это смотреть. Ой, вот это вообще не гуд. Так, смотри. Вот таких напольные вешалки. Но на самом деле их повсеместно я вижу. Но вот эта вот штучка интересная. Именно вот эта за две тысячи. Более-менее такое крепкое железное основание. И что классно, две штанги. И что классно, поперечки тоже можно использовать под... Используем. ...панно. Это не тяжелое. А цена? Две тысячи. А рига, рига наша? Конечно. Рига стоит сейчас тысяч четыреста. Я бы вот эту, скорее всего, купил. Смотри. Чабригу. Ну да, то есть она прям такая... Если брать, например, не куда-то, а в парикмахерскую, в салон и так далее, а вот дома, она занимает меньше места, но при этом ее можно использовать более широко. О чем я вам уже говорила, очень многие товары в доступе вы можете просто взять, как вот, да, взяли, пошли на кассу. А некоторые нужно выписывать через склад. Очень много уцененных товаров сразу прописано, из-за чего это уценено. Тоже хорошо, то есть скола в основании, вы уже решаете, надо вам оно или не надо. А полок подобов, я бы сказала, ну, практически нет, это прям вот минимально-минимально. Вот это вообще не гуд, это провалится быстро. Здесь даже, по-моему, не надо и... Ничего говорить. Да, сами уже решаете. Так, пойдем, здесь небольшое количество тумб. Из интересного, раз-два, это сейчас по акциям, из той же линейки Броби, которая мне понравилась, бамбук. Здесь у нас вот такой вот движной ящичек, но он без топоров, без регулировок, без всего. Видишь, как он? Угу. Но при этом, смотри, если он тебе не нужен, ты можешь использовать ящик, как куда-то, как декоративный ящик, но и нагрузки он сильно не выдержит, но прям гуляющие. Это тумба всем знакома, очень похожа, цена 3500. Ну, вот это уже не актуально от слова совсем, это практически уже не покупают, то есть это вот такой вот стиль, который, в принципе, не востребован сейчас уже. А вот эти ручки, если сменить на другие, на более приличные... Ну, это пластик, на металл если поменять, то... Уже по-другому будет, да? Повеселее будет. Так, мы зашли в кроватки, смотри, каркасы отдельно, изголовье отдельно. В принципе, вот это интересно. Если у тебя, например, кровать другая, либо сделанная на заказ, изголовье можно купить отдельно. Иди сюда. Цены смотреть по каталогу. Отдельно ценников так вот широко не представлены. Давай помедлили, то... Давай. Смотри, цена без ламелей и матраса. Это тканевая кровать. Судя, сейчас мы найдем похожую кровать, посмотрим ножки из чего. Метр сорок, метр шестьдесят. Акция. Я просто не знаю, сколько вот это вот так удобно таким каталогом ломили. Но все же это из-за отсутствия большого пространства. Я думаю, да. То есть все-таки ты с... По-другому никак не сделаешь. Экономия места. Но, по крайней мере, покупатель может увидеть все, да? Все равно все же привыкли большинство покупать по картинке. Так, гарантия на матрасы из линейки GOLD 25 лет. И сто дней дается на матрас, если он вам... Ну, потестить, в общем, его. Если вы хотите. С матрасами, как обычно, радует, что есть вот такие выставочники, что вы можете прийти, посмотреть количество витков, боковую обвязку, о чем я всегда говорю. Но для меня ценник немного высоковат по сравнению с другими производителями. А есть ли какая-то либо информация, кто делает, что делает? Нет. То есть, вот смотри. Вот что, например, мне, опять же, вот, да? Мне, как покупателю, неудобно. Вот есть этикетка матрас GOLD. Вот иди сюда. Аж двух сторон написали. Матрас 90 на 2 GOLD. S15. Dreamzone. То же самое. Зачем? Сюда можно информацию продублировать. Да. А информацию, по факту, нужно смотреть вот здесь. То есть, если я вижу, вот, например, S15, S70, S25. Вот он, S15. Уровень поддержки. То есть, вот оно все описание. Высота. Так. Метр 60 стоит 28 тысяч. 240 пружин карманного типа. Радует, что есть, по крайней мере, матрасы можно потрогать, пощупать. И, Дим, если можно, развернись, пожалуйста. Здесь есть очень похожий стол. Очень похожий. А почему название не можем говорить? Ну, нас попросили не сравнивать. Хорошо. Очень похож по стилистике. Кто у кого непонятно. Кто знает, тот догадался. А зеркало, я бы, вот, можно я сяду, вот, как вот, допустим, вот, если бы стояло, но дома, да? Да. Ну, там уже в комплект идет. Нет, будет отдельно. 2 700. Тихо, тихо, тихо. Так, соответственно, я буду сидеть. Это будет намного ниже. Зеркало бы хотелось побольше. Слышно? Угу. То есть, если я вечером буду краситься, я перебужу всю семью. Поэтому, ну, стол сейчас читает 15 тысяч, направляющий маленький, сюда можно. А вот эти вот две крохотульные тумбарички. И мне непонятен замысел дизайнера. Можешь поближе подойти? Ручки разные. Совершенно. Вот здесь такая вот красивенькая, цветочечками. А здесь просто металл состаренный. Почему? Ну, только в том, что этот ящик более мелкий. Ему требуется более мелкая ручка. Это понятно. По эстетике. Рисунок есть, рисунка нет. То есть, они вообще разные. Блин. Я дизайнер, я так вижу. И есть еще вот такой приставной стол, но его нет в выставке. Вы можете увидеть его только на картинке. Мне еще понравились вот такие интересные надписи. Но я пока до отдела оформления не дошла. И что это, и сколько стоит, я не знаю. Мы сейчас находимся в отделе зеркала, комоды и все шкафы. Дим, как это, если получится при условии света. Общую картину давай попробуем. Общую картину сделать? Мы тут бегаем от динамиков. Оно звуковой проект. Это сопровождение магазина. Оно неравномерное. Где-то громче, где-то тише. И вот это. Чтобы нас YouTube не забавило из-за чужой музыки. Чтобы вы могли это видео посмотреть. Вот что для меня дороговатым показалось. Просто я на заказ недавно делала круглое стекло. Это вышло дешевле, чем, например, покупать готовое. То есть, в каждом городе есть свои стекольные мастерские. Дим, пройди, покажи тогда вот еще напольные зеркала. Ну и, соответственно, кто любит вот эти все состаренности, патину. То есть, здесь это представлено. Но при этом радует, что есть большие зеркала с нормальными вырезами. То есть, это классика, да, которая сейчас повсеместно используется. Потому что вот это, ну, это уж совсем на любителя. Так, мы же в шкафах. Вот сразу скажу. Я ни одного шкафа для себя не приглядела. Ценник, я считаю, завышенный. Мне понравился единственный вот этот шкаф. Но он, зараза, стоит 35 тысяч. Но у него есть особая изюминка. Исполнение материала. Мы не можем оценить материал, потому что мы даже не знаем, из чего он. Мы только можем догадывать. Пусть даже пленка, но она и будет оригинальная. Ну, оригинально смотрится. Смотри, давай откроем, что внутри. И как фокус, я не веду. Вот он. Вот приблизительно. Но весь шкаф вот этот. 35 тысяч. Размер. Как будто а-ля белые морелки. Да, такая состаренность. 162 на 61, высота 2,10. Ламинат, белый дуб, трехдверный, зеркало, одна рейка, пять полов. Дим, покажи, что внутри. То есть, соответственно, нет моих любимых трансформеров, которые вы можете под себя апгрейдить как угодно. То есть, это классический шкаф. Как производитель вам его представил, так вы и пользуетесь. А вот мне эта стенка нравится. Почему этот магазин, в котором мы всегда часто делаем обзор, не имеет возможности вот так грамотно и красиво оформить заднюю стенку? Хотя она, в принципе, закрыта будет, но это как изюминка. Понимаешь, когда у тебя не полностью заполненный гардероб и видно вот эту часть, да? Глаз радуется. Единственное, что я нашла, шкаф, у которого можно чем-то что-то дополнить, это шкаф в купе. Дим, пойдем, пожалуйста. Значит, отдельно продаются полки. Полки комплектом по две штуки. По одной вы не купите. Имейте это, пожалуйста, в виду. Димочка, очень мне напоминает шкаф, который у мамы, который ты ремонтировал несколько раз. Нет, фурнитура другая. Получше? У мамы другая фурнитура. Иди сюда. И шумненький. Прям шумненький. Так, дай посмотрим, сколько этот шкаф, получается, стоит. А вот какой из них представлен? Вот два шкафа, кстати, да? А какой из них здесь? Поуже, наверное. Подожди, вот нет, здесь, судя по всему, метр. Подожди, как раньше мерили. Вот, да, это 30 тысяч вот такой шкаф. Кстати, да, вот с ценниками немножко. Неудобно. Трабл какой-то. То есть нужно догадаться, хотя бы помечали, например, что это вот такое. Что мне понравилось? Вот прям понравилось. Вот такая штучка. Базовая цена 11 тысяч, стоит она 8500. Никаких дополнительных карт, бонусных систем нет. То есть вы просто покупаете то, что вы хотите. Если ценник со скидкой есть, есть. Очень похоже на линейку Hemnes, прям безумно похоже. Крючочки бы только помассивнее, потому что я боюсь, что они подтяжки одежды, порушатся. Их обязательно нужно крепить к стене. И вот главное, Димочка. Вот нашей семье вот этого не хватает. Да, вот к сожалению. У нас папа очень любит присесть на что-то, чтобы обуться. И чтобы вот внутри было, не валялось. Пойдем быстро по комодам пробежимся. Вот смотри, вот опять шкаф, да. То есть вот я теоретически должна догадываться. Какое это? За 23 или за 27? Либо обладать идеальным глазомером, чтобы понять, метр это или 75 сантиметров. Не, ну как в чужой монастырь со своими уставами заходят. Ну я буду... Или желтым отметил бы так. Ну как-то галочку. Да, было бы удобнее. Так, как я понимаю, мы зашли в самый бюджетный сегмент. Потому что, ну, обычно выгодная цена всегда во всех магазинах выделяется желтым ценником. 10 тысяч рублей стоит ровно вот этот шкаф. Но ему поменять ручки бы, чтобы это было покрепче. Я могу сказать, потому что этот товар уже вышел в магазине, где мы сейчас снимаем обзор уже давно, вышел из ассортимента. Это а-ля Тадален, только иных размеров. Смотри, а это получается доп-модуль? Да. То есть сам шкаф 10, вот он, высота 176 и доп-модуль за 3750. И еще я отмечу там два косяка. Ну, не косяка, а больших минусов. Подержи, пожалуйста, дверь. Сейчас фокус наеду. 90% мебели состоящая, белая, да? Угу. Вот такой шпан. Вид на прожилку. Это уже неопрятность. Это очень дешево. А второе? Косяк. И опять больная тема ручки. Пластик. Их менять сразу. Они поломаются. Чего-то? Потеребуем. Вот. Так же подтверждение своих слов. Вот смотрите на… Сейчас я… Тут контровой свет очень быстро. Жесткий. Ну, я считаю, что очень дорого за такомод. 12 тысяч. Можно найти аналоги дешевле. В юзке белый цвет не очень дает. Дешеватый. Вот у них очень хороший вот… Вот эта вот линейка с бамбуковыми вставками. Вообще волшебная. Смотри. Раз. Два. Три. Четыре. А это просто сам выдвигаешь. Вот реально классный комод. Но и стоит уже… То есть скидок нет. 13 тысяч стоит такой комод. Ну, сверху начинаю лучше. В общем, если у вас есть маленькие дети, комод не для вас. Потому что это будет прям… Это игрушка будет. Да? Только обязательно комод к стене, ребят. И играйте хоть до утра. Ну, и смотрите. Блин, давайте опять со светом. А ты подсветку не взял? Нет. Ты не думал, что так темно? Да. Вот совершенно иная картина, чем с белым комодом. Как будто другой в Бугатин. Угу. Вот это классно. Мне прям очень понравилось. Очень красиво, ровненько и приятно глазу. Галошниц, ребят, ну, практически нет. Я бы сказала, выбор небольшой. Вот эта галошница стоит 8 тысяч. Ну, вот более-менее, которая из всех мне вот визуально приглянулась. Потому что здесь прям… Ну, хотя, если вот эти ручки поменять… Вот, как Дима уже отметил, белый не совсем удачный. Хотя… Ну, белый сейчас повсеместно, да. Его берут все и хотят все. Это классика жанра, есть во многих магазинах. Не знаю, сколько это актуально на данный момент, потому что за стилистикой дизайнерской мы все-таки не следим. У нас, ну, как бы канал, да, другого направления. Обращайте внимание вот на эти желтые ценники. Можно найти товары очень интересные, со скидками. Вот это, судя по всему, какая-то непромыкаемая скатерть, наподобие клеенки. А комод Броби, смотри-ка, все-таки линейка полная практически. И то же самое, то есть это просто вставной ящик. Получается… Дима, это бамбуковый каркас, да? И в него ящики вставлены. 9 тысяч. Он еще и на колесиках, но при этом можно крепить к стене. Мы плавно переползли в отдел текстиля. Ну, не обижайтесь, вот это очень дорого. 150 рублей, а подушка 50 на 50 – 150 рублей. Можно купить в три раза дешевле, большего размера. То есть, ну, внутренние подушки мне не понравились. Мне понравились подушки с эффектом памяти. То есть, очень много синтетических подушек бюджетных. Вот это, ребята, тоже, простите, космос за маленькую подушку 40 на 40 – 250 рублей. Это… Так, радует, что есть выставка, что можно пощупать, потрогать, посмотреть тот товар, который ты хочешь купить, оценить его плотность, толщину, вес и так далее. Потому что это тоже имеет значение. Но когда это в упаковке, ты не понимаешь, что ты берешь. Угу. Смотрите, что я накопала. Потому что вот я, например, читаю, да, вот, термоодеяло ЕСПО 135 на 2. Кстати, имейте в виду, размеры не совсем стандартные. Очень теплый, полиэстер, цена 3 тысячи, все. Что? И? А что, как? А где? И вот здесь вы закапываетесь во внутрь одеяла, находите вот такую бумажную этикетку. Здесь вы видите артикульный номер, импортер, продавец, бла-бла-бла, производитель Польши. Дата изготовления – декабрь, 6 декабря 2019 года. Гарантийный срок службы – 2 года, декларация, размер, наполнитель, ткань, чехла и как ухаживать. Потому что у меня, как я говорю, мне не хватает вот этого на этикетках. Но в некоторых местах, смотри, есть. Возможно, просто начали обновлять этикетки, и через какое-то время мы приедем, и это уже будет понятно. Потому что вот этого всего лишь не хватает. Вот такое описание. Но так как сейчас товара больше везде, чем покупательская способность, нет такого дефицита, как росли, когда, например, с Димой мы выбирать все-таки стоит с умом. Очень много подушек с эффектом памяти. И обратите внимание, все-таки есть распределение по классификации. То есть базис – это самый низкий, самый бюджетный товар. Плюс это средний, голд – это эксклюзивная качество. Вот как я понимаю, вот как мне теперь понять, какая это подушка, голд – не голд, базис – не базис. Вот этого момента тоже непонятно. Что классно – подушки у вас в таких коробках. 3000 рублей вместо 5. Ну 5, конечно, за эту подушку «Космос». Треха – более-менее. Выставочники все-таки в свободном доступе, пощупать, потрогать можно. Здесь хороший такой пенополиуретант, а вообще по ощущениям, как будто здесь латекс. Но, опять же, эти деньги можно найти подушку с охлаждающим элементом, который с одной стороны будет холодить, а с другой стороны будет тепленько. В общем, подушек много, выбрать можно, скажем так. Все в свободном доступе. И дальше они лежат в чехолчиках. Берете, топаете с ними на кассу. Так, это у нас, получается, одеяло все. Дальше опять подушки. Текстиль. А вот что я для себя отметила в текстиле? Я считаю это минусом. Нет выставочников, которые я могу, вот, например, смотри, вот простой. Вот как мне понять, какая она, да? Понятно, здесь все, есть описание, здесь есть уже маркировки, потому что имейте в виду, текстиль сейчас продается с определенной маркировкой. Размер просто не 135 на 2, 40. То есть, вот эти моменты… А я тебе поправлял серенькой, что такое? Это вот у одной. Только у одной. Может быть, они все из одного того же материала. Ты как раз можешь именно… Ну, хорошо. А как я должна догадаться? Хотя бы ценник на этой висел. И, допустим, там что, варианты такие-то такие. А там где-то есть тилеточка была. Нет? Еще ничего нет. То есть я чисто теоретически могу понять, что это за выставочник. Ну вот серый же я понимаю, что серый, да. А вот какая? Вот за 400 или за 250 они обе серые? Они просто размером отличаются. Так тоже. А какая? Ну, сам крайне одинаковая, только они отличаются размером. Да. Это маленькая, это большая. Ну, сразу скажу, мне не очень понравилось полотно, я бы такое домой не взяла. Что мне понравилось? Вот такие вот штучки. Вот такой комплект фиксатора для одеяла 16 штук стоит 300 рублей. И фиксатор для простыни 350 рублей одна упаковка. Это когда вы хотите все-таки зафиксировать. И особенно актуально, когда ребятишки, да, круто скидывают одеяло, вы можете зафиксировать. Вот эту штучку я давно уже нигде не встречала, кроме как европейских магазинов. Так, здесь еще чуть-чуть тоже выставки. Здесь как раз вот эта кровать, которую мы показывали. Матрас. Вот здесь уже хорошо. То есть я понимаю, да, что входит в комплектацию. И пойдем покажем штуку, которая нам безумно обоим понравилась. Да. Я очень оценил этот предмет. Это елка. Только без шкурки. Это массив ели. Двухъярусная кровать. Сверху одна спалка, внизу двух спалка. Куда-то, если, например, для дачи, вообще отличный вариант. Здесь речное дно. Соответственно, цена без матраса 26, вообще 27 тысяч стоит данная кровать. Она, главное, низкая и воздуха на ней хватать будет. Она уже, эта кровать двухъярусная, обработана лаком. С ней больше ничего делать не надо. Вообще массив ели, вот мне очень понравился. Большое преимущество между лаком и сосной, более твердый. Уже Татьяне на отпечатке ногтей. Незаметные. Не остаются на этом предмете. Смотри, куча матрасов-топеров. Давайте еще раз покажу. Сзади тебя куча матрасов-топеров. Я думаю, может выбрать каждый. Это то, что необходимо на диван. Пойдем посмотрим, есть ли выставочники. Топеры на выставке не представлены. Точнее сказать, часть есть. Линейка Голд. Более бюджетных нет почему-то. Но, возможно, опять, как Дим предположил, размер магазина. На матраснике есть, но при этом я не понимаю, зачем по столько выставочников. Все равно же их никто не будет в таком открытом виде покупать. Если это товар, который вот взял и пошел с ним на кассу, то тогда где упаковка? Потому что на матраснике упаковка должна быть. Раскладушка. Очень схожая. Ну, стоит 8500. Матрас поплотнее. Да, матрасик такой более плотненький. И на Лискеле похоже, который у нас дома живет. Каркас. То есть полноценная железка. Поэтому вот у кого, например, уже такое есть, расскажите. Мне интересно, как оно. Дальше парочка металлических кроватей есть. Одна причем очень похожа с кушеткой Рамста, но металл более тонкий. Ну, хотя, наверное... Дим, подойди, пожалуйста, поближе. Это проблема всех металлических кроватей. Вот это такая вот сварка узловая. Да? То есть вот это прям как? Ну, это уже везде-то. Не переделись. Хотя, 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 Татьяна, тут более аккуратно. Да? Всем известный магазин. У того магазина более паршивые сварочные вот эти. Смотри, какую я прелесть нашла. Детский комплект постельный 850 рублей. Это еще и в такой сумке. Да, тонковатое полотно. Здесь тоже наволочки. Кстати, простыни. Ну, как и везде в европейских магазинах, просто не отдельно. Комплекты постельные отдельно. Значит, это совсем грудничковый, стопроцентный хлопок без простыни. Попробую сейчас найти на этикетке толщину нити. Нет, почему-то вот, кстати, толщину нити не прописывают. Ребяточки, это минус. Потому что это важно, чтобы она была. Так, пойдем быстро побежимся про постельку. Давай я речь там что-то посмотрю. Давай. Укажите, пожалуйста, размеры. Потому что иногда в этом большом и знаменитом магазине не хватает. 80 на 2, 90 на 2, 80 на 2, 70 на 2, 90 на 2. Чтобы люди знали, где можно восполнить то, что нет наличия. Ну, дороговато. А, хотя нет буквы и есть, Дим. Бук и сосна. Сосна 70 на 2, 850 рублей. Мама. Ну, конечно, очень мало места вы сделали вечно. Да. Ну, найти можно, было бы желание. Так, пойдем в текстиль. Мы находимся в комплектах постельного белья. Их немного, но выбрать есть, что есть интересные, а есть уже такие не шибко актуальные. Что понравилось, Дим, покажи, пожалуйста, боком. Выставка все-таки существует. И я могу потрогать, пощупать, помацать, прежде чем что-то купить. Это уже хорошо, потому что это, на самом деле, важно. Особенно, если ты, ну, ладно, когда-то через интернет покупаешь, что потрогать не можешь. Но что в магазине нельзя было потрогать, ребята, нонсенс. Такого быть не должно. А ценник местами завышенный, но есть интересная модель. Пойдемте, мне очень... Основные производители. Текстиль. Вьетнам. Индия. Пакистан. Российского, кстати, белья я не увидела. В общем, я ее не нашла. Да. В основном Пакистан, поменьше Индии и Вьетнама. Пакистанский, кстати, хлопок очень ценится. Дима, это космос. Я нигде не встречала еще в России адекватные красивые клеенки на стол. Потому что не все хотят стелить тканевый скатер. Здесь начиная от прозрачный, который вы можете просто закрыть любой стол, до таких вот сканди орнаментов. Особенно мне понравилось вот это. То есть нормальные цивильные клеенки, которые можно стелить на стол. Я не знаю, это особенность России, сделанная для России или это в других странах тоже. Ребята, подписчики, кто в других странах, скажите нам, пожалуйста, как у вас это дело обстоит, есть ли у вас тоже клеенки. Так, мы плавно перетекли в подушки, подушки на стулья. Их немного, они все-таки, я считаю, специфичные. И, ну, цветовая гамма такая вот. Не совсем то, что хотелось бы. Ой, вот такую штуку я, кстати, давно искала. Смотри. То есть здесь... Придверный коврик? Да, это придверный коврик, об который ты вот чистишь обувь. Здесь и резиночки. И кокосовое волокно. Так, дальше давай смотреть, что у нас здесь. Здесь всевозможные декоративные подушечки. Очень напоминают мне что-то эти губы. Мы их когда-то не успели купить. 500 рублей. Ценник адекватный, сразу скажу, для декора. Ну, много похожего вообще просто. Вот, я не знаю, магазины возле дома, которые у нас в Санске есть с такими вещичками. Очень есть много чего похожего. Дальше. Из искусственного. Кто любит, здесь есть кругляши на столах на тушке. Шкура. Завышен ценник. Они все-таки везде обычно бюджетнее. Понравились еще вот такие вот коробочки. Кто любит, девочки, все вот эти, да, уютности. Ну, очень мне напоминают они прям вот хофовские. Ну, опять же повторюсь, каждый выбирает сам то, что ему нравится и можно в любом магазине найти. Здесь тоже декоративные подушки. Ну, вот это вот уже не актуально от слова совсем. Вот эти вот все розы. На них уже прошел тренд. То есть это уже такой, скажем, как дизайнеры говорят, антитренды. И смысла покупать не вижу. Пледов не нашла таких вот уютных хлопковых. В основном либо вот такой полиэстер. Очень много всевозможных вот велюрок вот таких, травок. Уютности какой-то хлопковой, которым можно укрыться. У меня оператор сбежал. Да я от музыки бегаю. Много чехольчиков на подушке 40 на 40. Если вы ищете, нигде не можете найти, не хотите шить, пожалуйста, есть из чего выбрать. Так, здесь у нас что? Это все чехольчики. Просто пройдись камерой. Уже более плотненькие, толстенькие, стеганые покрывала. Кстати, вот очень классное. Жалко только то, что оно вот только в таком вот переходно-полосатой цветовой гамме. Стоит на 3000. Размер 220 на 220. Искусственная замша называется. Было бы однотонно, честно, цены бы не было. Вот такой беж спокойный. Очень многие ищут. Его тупо сложно откопать сейчас где-то. Теперь мы переходим в сильную сторону этого магазина. Да, здесь много интересных штучек. Тут она ни с кем. Ну да. Иди сюда, смотри, как мне понравилось. 500 рублей. Смотри, как мне понравилось. Что сказала? 500 рублей дополнительная скидка. Набор зеркал. Здесь 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. 2 классического цвета, 2 желтого. Это для декора, когда хотите что-то такое интересное дополнительное сделать. Очень вот эта интересная полочка. Она подходит к тому стеллажу, который мы в самом начале показывали с черным. Здесь тоже деревянные полки. На кухне, когда вы хотите что-то обыграть. И причем стилистика кухни может быть любой на самом деле. Дим, безумно понравились часы. 1300. Они двухсторонние. Только почему-то их как-то немножечко рукожопые сборщики забирали. Ну, смотри. А, или кто-то открыл? Да. А мы поправим. Так же было задумано, но ты ругаешься. Вот. Ладно, больше не буду. Давай еще вот зеркальца вот такие вот. Кругляши, да? Диаметр 12, 15, 18, 21, 10 штук. Тоже интересно. Когда нужно что-то где-то апгрейдить и не надо там, допустим, рамочки какие-то, да? Да. Вот сейчас мы будем восхищаться. А дальше, смотрите, очень много коробочек, корзиночек. Просто что-то уже перестало быть трендами. Дим, пропустив день. Что-то уже перестало быть трендами, а что-то еще очень-очень актуально. Кстати, в стеллаж размер 26 на 26. Этот самый бюджетный. В детскую, с кисеньками. Знаменитого магазина? Знаменитого магазина. Так, в общем, ребят, здесь реально есть что выбрать. Салфетки на стол пойдем, быстро покажем. Что-то очень похожее, что-то вообще оригинальное, ну и что-то очень дорогое. Потому что вот, например, вот такие, если базовая цена 249, это дорого. Это можно купить дешевле. Подушка на стул, Дим, 800 рублей. Ребят, это космос, космический. А это что? Подушка на пол. Типа это? На пол. На пол. 550 рублей. В общем, давайте, кто знает, рассказывайте, зачем это надо. Может быть, какой-то такой скандинавский тренд. Любители бетона. Я тебе сейчас покажу. Да? Вы целую коллекцию бетонов? Ты ее особо пока не радуйтесь. Окей. Тоже интересные штучки. Оригинальные часы. Ну, есть что выбрать. А дальше плавно перетекаем в рамки. Их не так много. Они все уже идут с картинками. То есть, если вы не хотите вставлять свою фотографию, вы всегда можете там оставить что-то, то, что предложил производитель. Интересная штучка. 700 рублей можно вполне на какие-то небольшие подарки. Дом. И цвет интересный. Такой серо-розовый, который сейчас очень актуален. И во многих интерьерах используется. Так. Что еще понравилось? Тут у нас дальше идут горшки. Вот этот цветик. Вот этот подсвечник, о котором я говорила. Почему его нет, да? Ценника. Почему, например, нет? Я отмечу сразу. Я прям, наверное, куплю вот этих штук. Ёшкин кот. Главное тяжелый. Не надо. Не надо нам, Дима, этого. Так же мне понравилось. Вот этот подсвечник. Это что? Декора? Декора. У каждого свои погремушки. У нас Дима по... Тотемы, да, африканские? Угу. Угу. Очень необычный. Тысячу рублей, что-то, что-то дорого. Искусственное. Ну, я не сторонник цветов. Я прославился. Ну, имитация, это, наверное, как? Нет. А, да. Она на батарейках включается и имитирует свечу. Интересно, кстати. В стекле сразу. То есть, даже нет ассоциативного ряда, что это искусственная свечка. Ну, как бы, лепесточек, получается, там дергается. Вот, смотри, даже вот от ветра давайте. Вот она вот. От ветра. Как будто по-настоящему. И подсвечивается. Давай убыстряться, народу стало много в магазине, мы уже начинаем мешать. Так, значит, очень много всяких корзиночек. Дим, просто пробегись камерой. Это прям вот один в один. Даже цена такая же, но чуть грубее сделана. Так, разворачивайся. Много вот таких необычных штучек. А, кстати, вот о чем я их страдала, да? Всевозможные слова, декоративные буквы. 350 рублей кому-то для фотосессий. Реально классно. Подсвечники, смотри. Хом, 549 рублей. То есть вот такие вот вещи на подарки. Очень-очень миленько. Вот акация даже. Это не акация, это бамбук. Да. Ну пусть будет бамбук. Потому что очень-очень мило. Птички, а сменюшки. А, это не птички, это медуза. Трась по пленстику. Смотри, ты что? Нет, вот птичка. А я тебе про медузу. Каждая своя лысая расческа. Ты просто пробегись по полкам. Не знаешь такое ощущение? Чем больше людей становится, тем круче музыка начинает играть. Интересные вазы в виде ракушек. Опять же, под определенную стилистику интерьер. В общем, сразу скажу. Штучки по интерьеру сильная сторона данного магазина. Да. Очень сильная. Вот тут не поспоришь. Да, даже вообще вопросов нет. Так, тут уже посуда, посуда прям вот честно, по минимуму. Практически, вот прям, почти нет, я бы сказала. Коробка для чая. Да и не только для чая, в принципе, можно. Для украшений, для чего хотите. 750 рублей, очень интересная. И она, по-моему, нет, на дерево, но очень похожа на бамбук. Вот, тоже классные подсвечники для фотосессии. Ну, вообще, в принципе, сразу, дизайн, интерьерные штучки мне понравились. Я ответил еще вот так. Настольные декорежки. Очень достойные, достойные. Тяжелые такие. Для романтиков. У тебя он бывает? Так, шторки для ванны, Дим, только текстиль. Пластиковых нет. Давай размер посмотрим. 150 на 2. Это мало. Шторка для ванны 150 на 2. Ванну это мало. Ванна, в основном, метр шестьдесят и метр семьдесят. Имейте это в виду. Получается, нужно покупать две. А если две, то уже дырка. То есть, я не знаю, как бы, ну, это для сидячих ванн только. А так, шторки мне очень понравились. Я тут уже руками хотела цапнуть одну, но понимаю, что нам по размеру не подходит. Немножечко полотенец. Давай посмотрим страны. Пакистан. В общем, кто страдает по пакистанскому текстилю, вам сюда. Ведерки. Тоже адекватный ценник. Так, сюда заходить не будем. Пойдем, халаты покажем. Мне очень понравился. 850 рублей по акции. Из полиэстера, наподобие, как сейчас, да, все пледики. Как парочку гостевых халатов, вполне можно держать. Бюджетно. Базовая цена 1200, сейчас по скидке 850. Халатов 4 вида. Ценник от 850 до 2300. Есть всевозможные интересные штучки, наподобие баночек для ватных дисков. Очень понравились вот такие бумажные корзинки. Их можно стирать. То есть для ванны, когда нужно, например, да, там вы свалили все свои кремики, чтобы они мужа не раздражали, как мы его раздражают. Вы сюда их сложили, и их не видно. Всевозможные щеточки, штучки. То есть здесь, ну, как бы есть что выбрать. Коврики для ванны тоже очень много похожих, как и с другими магазинами, но они здоровые. 70 на 120. Представь, ковер какой-то. Вот как раз маме в ванну надо. Так, а здесь уже пошли штучки для дома, для уюта. Что мне приглянулось? Вот такие стопора дверные. Я вот этого не видела нигде. Это мешочек, внутри утяжелитель. То есть вы спокойно поставили, дверь у вас не бьется. 100 рублей пачка вешалок. Мое любимое слово жабловатые, но кто уже пользуется, расскажите. Мне кажется, просто тяжелую мужскую куртку не выдержит. Что понравилось? 400 рублей. Давай я принесу, что ли. Раньше в Икее была похожая, сняли с продажи. То есть можно много пар мужских брюк повесить. Причем, смотри, это все снимается, регулируется. Удобная штучка, 400 рублей она стоит. Мы в отделе штор. Шторы на самом деле немного, ну так как магазин все-таки небольшой. Единственное что, ну вот мне не хватает цены. То есть мне нужно идти на стеллаж и искать цену. Соотносить надо, мне не надо это. Обращайте внимание, много вот такого цененного товара. То есть некоторые вещи прям вот, ну очень достойные за адекватные деньги. Слушай, а вот, ну мое мнение, а было бы интереснее, если было бы всего в одном уголок? Ну да, потому что это надо пройти весь магазин, чтобы найти всю-всю ценку. Ну это в аркете. Кстати, шторы 2,45. Очень много штор 2,45. На это, пожалуйста, обращайте внимание. Если у вас потолки, например, 2,60, они вам будут короткие. Есть и трехметровые. Поэтому, пожалуйста, внимательнее, чтобы не было сюрпризов, что вам штор не хватило по высоте. Стандартные, я бы сказала, шторы Плесе это жалюзи. Ценник, в принципе, как и везде, небольшой и не низкий. Здесь еще до сих пор даже нитевые шторы продаются. Ребята, это уже не актуально. Возможно, просто в России... Может кому-то нравится. Может кому-то нравится. Кстати, европейцы, у кого джазг уже давно. Расскажите, пожалуйста, у вас такой же ассортимент небольшой? Или все-таки, как обычно, в России, а у вас О? Ну и для москвичей тут же три магазина джазг. Может быть, они в разный ассортимент? Нет, не разные. Возможно, где-то на северной части там более большой магазин, а мы попали в более... Маленький. Вот это нам тоже, пожалуйста, дайте обратную связь, чтобы у нас полная картинка сложилась. Так, мы в отделе обеденных столов. Шибко я выделить для себя вот чего-то не могу, потому что вот такие вот махины массивные, они уже не актуальны. От слова совсем есть несколько... Могу поспорить. Всем известный магазин, в котором мы снимаем обзоры, он ориентирован больше всего на маленькое помещение. Наш глаз уже замылился под что-то компактное. Но есть дома, которые под 40 квадратов. Ну да. И поставив маленький стол посередине в это большое помещение, он совсем потеряется. Дима, я немножко другое имела в виду. Имела в виду ноги, потому что рядом, следом большой, классный стол на хороших, аккуратных, легких ногах. Но это мое мнение. И сколько людей столько мнений? Я предполагаю, что эти данные стали рассчитаны под более большие квадратуры. Давай быстро пробежку сделаем. И что интересно, продается много чего комплектами. Ну, можно отдельно или стол один купить, или уже со столом. Или с целиком комплектом. Да, пойдем сюда. А мне тебя видно. Очень достойный барник. У кого сотрудники сидят на ресепшен за высоким столом, имейте в виду, хорошо держат спину в эко-коже и легко будет чиститься. И совершенно другие размеры, более высокие. Да, гораздо выше, чем вот базовый. Смотри, черный 4000, но он сейчас по скидке. То есть обращайте на это тоже внимание. Потому что многие, очень даже много заявок по высоким барным столом. Более высоким, чем обычный магазин, не может. Хотя нет, такая же, 106 сантиметров максимальная высота бара. Так, пойдем в диваны. Ты быстро пробежку сделал визуальную по всем? Вот даже вот работать с тут буквы. Вот барный стол. Удобненько будет. Ну да. Я люблю вот такие стулья. То есть они прям поддерживают спину. Они не провоцируют тебя откинуться. Ширма. Девочки, кто ищет ширмы в кабинеты красоты, маникюры и так далее. Мы нашли, где можно купить. 6500. Дороговато, я считаю. Но вариантов нет. А он натуральный продукт, я так полагаю. Да. Поэтому и стоит. Так, здесь что-то наподобие Тумпо ТВ. Но мы уже с вами убедились, что бюджетка белого цвета в Джаск, ну не совсем. Если только вам она очень сильно понравилась. А так, это либо вот эти вот всевозможные серии на легких ногах. Ну и отметить изюминка этого коммода. Есть и коммон другого размера. То, что вот левая часть, она обрезана в меньшую сторону. А нет, здесь полочка. Ну, пускай будет это называться полочкой. Ну вот, видишь, полочка. То есть он хотя бы скомпенсирован. Просто высоко задранный. Так, диванчиков даже чуть-чуть есть. Диванчики и раскладные, и складные. Вот такой диван 17500. Вот то, что сейчас я стою. Просто разложить мы, ребята, уже не сможем. Ничего. Есть нераскладные диваны. 30 тысяч диван. 19 тысяч кресла. А можно вот поподробнее к этому? А что я подробно? У меня... Открыть низ хотя бы. Вот у серенького. Он схож с механизмом? Заглядывай. Нет, совершенно другое. 17500, 190 на 102, высота 95, текстиль серый. Все. 130 на 190 спальное место. 190 на 102 общее. Больше никакой информации нет. Ткань, ну я бы сказала, бюджет. Мне очень интересен вот этот диван. Хочу бы дойти посмотреть. И цену. Дима уже спешит на помощь. Понимаю, что я не справлюсь. Это нераскладывающийся диванчик. Такой, ну куда-то в гостиную, либо в спальню. Если размер позволяет 30 тысяч. Слушай, интересный диван. Стоит 20 тысяч. Вот этот. Он полностью металлический. Там есть ящик под белье. Да, он разбирается в диван-кровать. Дай-ка я на него присяду. Как говорит один дизайнер в своем блоге, диваны нужно трогать попой. Плотненько, удобно. Вот только не пойму. По-моему, не зафиксировано. И вот куда-то ездит. Иди-ка сюда. Что-то мне это напоминает. Диван-кровать. Всего 23 500 сейчас. Да, есть похоже. Но у нее прострочка другая. Вот эта каретная стяжка или как это? Ну стяжка другая. Но когда хочется, а тот не можешь, можно взять побюджетнее навык. Да. Вот тоже интересный диван. Какая-то прям бочка набитая. 25 000. Ой, нет. Что не нравится? Он пружинный? Нет. Я сажусь и слышу, как железные штучки под моей попой прыгают. Спальные места, кстати, имейте ввиду 140 на 190. Даже 180 спальные места, вот, например, вот у этого дивана. То есть двухметровых нет. Например, Дим, ты не уместишься уже. На эти вещи тоже обращайте внимание. Но хоть он компактный, да? Да, когда в баланс. 9500 всего, кстати. Мне вот это понравилось очень. Смотрится компактненько. Его куда-то можно в офис, но спать на нем нет. Почему? Он не для сна, а очень тонкий пенополиуретант и проваливаешься. Это офисный вариант какой-то. В зал ожидания, да? Да, но никак. Как? То есть он предложил… Мне он понравилось тем, что он компактный. Он небольшой. У него даже ножки стилизованные, вот, прошитые. Ну, блин, давайте попробую, наверное, сделать. Потерпите, пожалуйста. Сейчас настроимся. Ну, мы, кстати, почти весь магазин уже сняли. Вот. Вот. Кресел много мягких. Люди заморочились. Говорю, давай продолжим. Так что… И ножки прошили. Не знаю, это кожзам. Это кожзам. За 9500, Юрий Вич, это кожзам. Люди заморочились. Покажи сервантики. Ну, опять же, да, кому-то нравится такой цвет, кому-то не нравится. Дим, давай тогда мелькать там не буду, потому что места мало голосу. Да? Состаренность вот эта коричневая, ну, насколько… Ну, опять же, пленка. Пленка? Это пленка. Имитации, пад. Насколько это актуально сейчас, но это все сочетается с комодами и со шкафчиками, которые есть. Дорого-бухато, но некомфортно. Ну, оно вроде и похоже, но это совершенно другое. 6000 всего. Но я даже за 6 не куплю. А что тебе именно не нравится? Жесткое. Нет возможности откинуться полноценно, то есть мне не хватает. Хотя оно у тебя романтизирует так же. Нет, прям жесткое, вот прям попой жесткое. Мне, короче, некомфортно. Но пружинка хорошо. Под ногами, то есть вот он как бы угол такой завала, не особо удобный. То есть вот здесь под ногами. Мне вот это понравилось. Ну, присядь. 23. Ух, вот прям. Вот для отдыха кайф. И голове как надо. Она никак не трансформируется. Как оно есть, так есть. И хотя вот сбоку есть этот, есть Тань, рычажочек. Присядьте с правой стороны подлокотника. Есть рычажочек какой-то. Ниже, ниже руку, ниже пластик. Да-да-да-да-да. Покупаем. Че? Класс. Дождя, может еще спинку отпуститься, нет? Нет. Ты просто облокотилась к этому? Нет? Регулируемая спинка. Мы знаем, что купим, да? Вообще. Придется в марте ехать на газели сюда приезжать, да? Татьяна Павловна, как думаешь? Два кресла нам не надо домой? Понимаешь, смотри, я могу ногами регулировать, как мне удобно. То есть могу так? Нет, тут он зафиксировал, он дальше не идет, да? Да. А могу вот зафиксировать, ногами опустить. Так гостей можешь спать вкладывать. Нет, ну киношку удобно работать, да? А можно заранее подарок на день рождения попросить? Ну, Горя, на газели придется ехать в Москву. Нет, офигенный. Не знаю, конечно, как по эксплуатационным. Механизм вроде бы не жабловатый, но кресло классное. Но цена-то она не обладает. 23 тысячи. За такой функционал. Да. Вот тоже интересный диванчик, куда-то в детскую, в гостиную, когда маленький диван нужен 16 500. Нашему любимому магазину, например, не хватает таких диванов. Дайте-ка я присяду, как и говорится, попой, да? В общем, что мне понравилось? Мы уже практически закончили. Вот этот диван акцентируем. Он не разбирается. Он разбирается. Да? Спальное место 114 на 190. 25 тысяч. Очень интересная, легкая конструкция. Он мне показал, что... Он разбирается. Классно. Вот это прикольно. Удобно. Ну-ка. Попы. Удобно. Смотри, что мне понравилось. Большой выбор при небольшом пространстве. Есть интересные вещи и есть много мягких всяких стульчиков, кресел, чего не хватает другим магазинам. На некоторые вещи цена прям вообще бюджетнее некуда. Обращайте внимание на оценку. В общем, как и везде. Есть классные магазины. Ой, классные магазины. Есть классные вещи. Есть не совсем. И внимание на размеры. Пожалуйста. Потому что я сейчас бы цапнула, например, штору. А у нас ванна метр семьдесят. И куда? У нас бы 20 сантиметров. То есть ни туда, ни сюда. Получается, брызги летят. То есть не подходит. Ну, отметим, пока, короче, что белая мебель бюджетная. Ну, не стоит тут покупать. Не оле. Покупайте только вот шпон под цвет дерева или крашеного. Ну, вот эта вот очень линейка мне понравилась. Марк Скель. И, друзья, категорически не хватает описания размеров, материалов, полного раскладки, когда я понимаю, что там внутри. Вот этого мне не хватало. А так, спасибо. Мы покупателям не мешали. Нам вроде тоже никто не мешал. И свои последние две нотки я не считаю это конкурентом. Я, понимаешь, я бы сказал немножко по-другому. Я бы сказал, что это дополнение друг два знаменитых магазина. Которые очень хорошо дополняют друг друга. Да. Пусть есть небольшая схожесть, небольшая схожесть по ассортименту, ну, там процентов пять. Я думал, больше будет. Я тоже думал. Буквально несколько вещей мы нашли. Да, я думал, когда… А при открытии будет больше одинаковых товаров. Нет. Тут товаров больше самобытных. 95% товара отличаются полностью. Да. И этот магазин я рекомендую к посещению дизайнерам. Тут много можно найти. Подчеркнуть. 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 Интересных изюминок, решений. Камера. 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 У нас этот оператор, молодой, бэкс-тест сегодня снимал. Вот это спасибо ему. Отдыхает малыш. От племянник Димин. Вот. Ну что, мы погнали дальше. Мы сейчас едем в Икею Белая дача. Ну, время уже позднее. К сожалению, возможно, мы не сможем снять ни одного обзора. Потому что нам оттуда нужно заказ еще забрать. Просто поедем за пол. Ну, на самом деле, мы в прошлом году в Белой даче были. После конгресса в Сибирском. Там очень темное и до хрена народу. Что-то снять там, Дим, честно, достичь-фантастишь. Каких-то вау интерьеров там нет. Такие, как и везде. То есть база. Поэтому все остальное будем опять снимать любимую нижнюю. Ну, и стандартное обращение к подписчикам. Ваши комментарии, кто посещал данный магазин. Да. Какими товарами пользуетесь? Какими пользуетесь? Как вообще по гарантии, например? Да. Вот у вас что-то, например, сломалось? Как вас обслужили? Как вас встретили? Что вам сказали? Были ли проблемы? Потому что по тому, как нас встретили, мне понравилось. Все. Что? Ну, и обязательно подписывайтесь. Потому что раз нас увидев и пробежав дальше, вы, возможно, нас больше не увидите. Найти. А мы снимаем годноту. Мне, знаете, что сегодня Дима предложил? Он смотрит нескольких блогеров, и они все жутко ругаются матом, и все видео набирают больше миллионов просмотров. Какие миллионы? И он мне предложил начать ругаться матом. Но я ему говорю, что наши зрители не смогут это смотреть, потому что даже при слове «хрен хреновый» люди плакать начинают. И в обрук подвиг. В обрук подвиг. Сейчас сворачиваемся. Пока.